На пути к кресту. Евангелие от Луки, 23 глава, с 26 по 32 стих. И когда повели его, то, захватив некоего Симона Киринейнина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом. И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, падите на нас и холмам покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? Вели с ним на смерть и двух злодеев». Размышления, часть 1. Люди плачут по Иисусу. Евангелие от Луки, 23 глава, с 26 по 31 стих. Читая о толпе, так сильно жаждущей крови Иисуса, кажется невероятным, что он по-прежнему полон сострадания к ним, к этому народу. Иисуса любят и поддерживают простые и бесправные люди, не обладающие никакой политической властью и бессильной повлиять на обстоятельства его казни. Тем не менее, он настаивает на том, чтобы они скорбели не по нему, но по бедствиям, которые скоро постигнут иудеев. Их отречение от Иисуса приведет к разрушению храма и массовым убийствам. «Насколько же велико сострадание нашего Господа, если в самый темный час Он больше беспокоится о Своем народе?» Как Бог поддерживает вас в сложных обстоятельствах и дарит вам покой? Кого вы можете сейчас поддержать? Размышления, часть 2. Компаньоны Иисуса. Евангелие от Луки, 23 глава, с 31 по 32 стих. Всю свою жизнь Иисус имел близкие отношения с низшими слоями общества, земледельцами, рыбаками, прокаженными и самыми разными грешниками. Его земное служение замечательно тем, что Он не боялся оказаться в самых трудных и опасных обстоятельствах с тем, чтобы принести людям надежду и исцеление. Большинство из людей постаралось бы не общаться с теми, с кем стыдно или сложно, а Иисус смело идет навстречу тем, кто больше всего нуждается в Нем. Даже на пороге смерти Его сопровождают преступники, осужденные на самую жестокую казнь, скорее всего за преступления против Римской империи. Пусть это послужит нам напоминанием о том, что нет такого ужасного грешника, в жизни которого через Иисуса не смог бы войти Бог. Где вы были бы сейчас, если бы не Бог, как Он изменил вашу жизнь? Молитва дня Отец Небесный, помоги мне выбирать путь креста, дай мне жажду жить так же, как Иисус, чего бы мне это ни стоило. Яви мне глубину Твоей любви и помоги мне все больше и больше быть похожим на Твоего Сына. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok